Добрый вечер, салам алейкум, уважаемые телезрители, это открытый разговор в рамках проекта онлайн диалог и студии его ведущий Магомед Магомедов. И сегодня мы поговорим о пассажирских перевозках и тех изменениях, которые произошли в этой сфере. И позвольте мне представить наших уважаемых экспертов, это Лебенко Кирилл Николаевич, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и администрации города Махачкалы и Узерова Малика Абдулаевна, руководитель транспортной компании Автоград. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Добрый вечер. Ну, соответственно, мы и начали затронули тему пассажирских перевозок. И возникает вопрос, и все мы стали свидетелем того, что общественный транспорт перешел на обновление автопарка. Соответственно, возникает вопрос, что предшествовало данному событию и чего ожидать жителям города в связи с этими изменениями? Начну все-таки, наверное, разговор свой с того, что предшествовало это последние 18 лет. Мы сами видели ситуацию с транспортом, с общественным у нас в городе, которая, в принципе, абсолютно никак не менялась, за исключением того, что в 2014 году завезли там нефазы, вот они у нас катались, они себя, ну, скажем, прямо не оправдали надежд, ну, население. Но, тем не менее, это было как бы подспорье отличное к тому транспорту, который вообще в городе ходил. И уже, ну, просто накипело и пришло время, поэтому вот администрация города Махачкалы и наше управление, в частности, управление промышленности транспорта связи с дорожным хозяйством поставило такую задачу для себя, ну, по обновлению автопарка вообще всего общественного транспорта городского. Мы начали с малого, с вот этих вот 50 автобусов. Это вещь такая, ну, достаточно, может быть, кто-то скажет, что это всего лишь навсего показуха, какая-то, возможно, там, бравада, 50, ничего подобного. Останавливаться мы не собираемся. Мы привлекли инвесторов. Это будут, я думаю, не последние инвесторы у нас в городе. Перспективы у этих, в частности, инвесторов достаточно большие. То есть до мая 2018 года у нас в город должно зайти, в общем, 230 единиц вот этих вот самых пазов обновленных. И я думаю, что мы традиции будем продолжать начатые. Соответственно, весь автопарк в городе, он будет меняться, меняться, я думаю, очень быстрыми темпами, потому что многие перевозчики сейчас, которые поняли, что все-таки это возможно сделать физически, привлекая инвесторов на свою или сторону там, или как бы там ни было, они уже задумались. И я вот слышал уже от многих, опять-таки, перевозчиков, от нескольких, что они тоже будут привлекать подобного рода крупные предприятия. Все-таки АО «Третий парк» — это одно из самых крупных предприятий в России. У них по Петербургу и области более 200 маршрутов они обслуживают, с опытом работы с огромнейшим. Поэтому эти люди знают, что делать и как и куда дальше двигаться. Соответственно, с нашей помощью, я думаю, что у них все будет получаться. Ну а насколько готовы транспортные предприятия столицы к тем проектам, к тем изменениям, которые вы планируете? Ну, вы понимаете, какая ситуация. Вот если говорить откровенно сейчас, транспортные предприятия, которые у нас в городе имеются, своими силами, к сожалению, они сейчас не в состоянии исправить обстановку, я вам вот на 100% говорю. Это, к сожалению, к нашему великому. Потому что финансовые затраты сейчас очень большие. Это связано с тем, что был принят 220-й федеральный закон о перевозках на пассажирском транспорте. Он внес очень-очень много изменений в остальные законодательные акты, сопутствующие. Соответственно, тут как бы поменялись абсолютно все условия в специфике этой работы, все ужесточилось. Для чего? Для того, чтобы просто мы, естественно, там законы же не придумывают, да, какие-то глупые люди. Они все для безопасности исключительно сделали людей. Соответственно, там требования ужесточились по какому поводу? По поводу страховки пассажиров, там, по поводу посадки-высадки пассажиров на установочных пунктах. Ну, много-много-много моментов. И это только часть, это верхушка айсберга, да, которую я сейчас затронул. На самом деле, ну, касательно того, что предприятия несут определенные затраты, связанные вот со вступлением этого нового закона, оно по факту имеется. Соответственно, возможно, если мы в перспективе нашего разговора еще затронем, ну, выходить из ситуации надо. Мы же увидели положительные моменты, связанные с тем, что заходит новый транспорт. Все-таки он просторнее, он комфортнее, там, где-то возможно. Соответственно, для того, чтобы нам перейти максимально уже к этому новому транспорту, нам надо и населению надо пойти уже на какие-то уступки, потому что, ну, на самом деле, ездить в этих маршрутках, я их вижу каждый раз, и у меня, как сказать, ну, та машина, которая 10-15 лет ездила, возила где-то кого-то, ну, неужели она наших горожан должна еще здесь докатывать и так далее. Это неправильно. Я хочу, чтобы в этом городе все было новое. То есть подразумевается полная замена автопарка, то есть исчезнут привычные для нас газели? Абсолютно верно. Возможно, они не исчезнут, вот как мы это представляем себе. То есть есть предприятия у нас, ООСТС, они закупили несколько новых газелей, более, скажем так, комфортабельных, нежели чем те, в которых ездят люди, да, они там, ну, в плане того, что там простор, немножко, да, больше простора, они 12-местные, но, тем не менее, они хотя бы новые, да, они вот сейчас закупаются там газелями-некстами, 18-местными и так далее. То есть где-то на каких-то определенных маршрутах, возможно, периферийных, либо там, где улицы узкие, в частности, вот взять советскую, ну, тяжело туда запустить, да, транспорт немножко с габаритами больше, чем привычная нам газель. Поэтому, ну, где-то, возможно, останутся они, где-то, естественно, мы будем потихоньку, постепенно обновлять, особенно на магистральных больших улицах ставить эти автобусы. Я думаю, это будет в течение года-двух сделано. Ясно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы увещаем в онлайн-режиме и все интересующие вас вопросы нашим уважаемым экспертам в рамках обсуждения вы можете писать на номер WhatsApp, на тот номер, который вы видите на своих экранах. И поступают первые сообщения, значит, Кирилл Николаевич, вот по вопросу относительно введения, были введены автобусы в Ленингкенте, и ситуация вокруг этого, то, что увеличился интервал, то есть люди испытывают определенные неудобства с введением автобусов, если первые дни они ехали с интервалов 5-7 минут, то сегодня приходится людям ждать еще больше, и это, соответственно, вызывает определенные неудобства. Я прошу прощения, у меня сегодня, в частности, рабочий день начался в 6 утра с Ленингкент, чтобы кто-то для себя понимал. Я вам просто скажу, есть определенный круг людей, которые, ну, просто за счет какой-то конкретной проблемы, которая была в бытности, да, хотят себе там, возможно, ну, пропиариться, да, вот они это так считают сейчас. Я просто не буду, да, это обычная провокация, я вам сейчас объясню ситуацию. Я вам могу сказать, я увидел в соцсетях только одну жалобу, откровенную, да, и при этом мне на мой личный телефон набрали те люди, которые жаловались на протяжении года и сказали, спасибо вам большое, оказывается, вы нас не обманули, вы дали нам то, что мы хотели. Понимаете? И для меня мнение этих конкретных людей, которые в течение всего года, вот насколько я уже работаю в этой сфере, которые мне жаловались постоянно, они мне позвонили и сказали огромное спасибо. Это, понимаете, когда что-то новое появляется, мы всегда этого боимся, понимаете? А если мы еще какой-то негатив увидим, ничего подобного, там начинается сразу раскачивать, это все раздувает. Я вообще советую, честно, я человек вроде бы относительно молодой, но я не сижу в Инстаграме, я не сижу в соцсетях. Почему? Потому что я вижу там массу неправды и лжи, которая изливается на голову. Но и в то же время, Кирилл Николаевич, эти соцсети пользуются большей популярностью, и все свои проблемы люди излагают как открытие через них. Я с вами согласен, здесь оно есть, и здесь оно присутствует. Да, у меня есть там, я в отделе посадил человека, который следит у меня за этими моментами, он мне это все передает. Как бы там ни было, я с чего начал? У меня утром в 6 часов начался рабочий день там, там я посмотрел, я вам могу со всей ответственностью заявить, а говорить о том, что эти автобусы начинают ходить там, я не знаю, с получасовыми интервалами, ну нет такого. Нет такого, это вот он факт, я приехал тайком в темных очках, да, то есть меня никто не знал, потому что водители, коллектив этих водителей, они абсолютно новые, они выпускаются из гаража в одном месте, да, приезжают в Ленинкент, приезжают на точки, то есть меня там никто даже из руководства не мог увидеть. И вот я сегодня с утра катался, у меня до сих пор, кстати, ездят люди, которые смотрят за пассажиропотоком, смотрят, как они ездят, да, там, где они останавливаются, и так далее, все это фиксируется. Почему? Потому что это реально. Это новые автобусы, это сейчас бельмо на глазу у всех. И мне хочется, чтобы они поставили работу правильно. Вот и все. Нет такого. Возможно, где-то был в каком-то промежутке провал, и вот за этот промежуток схватились реально. Но это абсолютно не догма, такого быть не может. 7 минут интервала проверено мной сегодня, и я могу хоть каждый день там присутствовать, и те люди, которые это пишут, они, в принципе, после эфира могут взять мой номер телефона и со мной вместе с утра, завтра, в частности, там оказаться. Я правильно вас понял? Вы поддержите обратную связь? То есть любой житель может обратиться к вам? Куда можно обращаться? К нам в Управлении промышленности транспорта связи дорожного хозяйства. Контакты наши есть все на сайте администрации, на портале mkola.ru. Мой, в частности, телефон рабочий 560092. У нас отдел большой. Если меня нет на работе, у меня еще 6 специалистов работают в отделе. Можно спокойно к любому из них обратиться, любую свою проблему высказать, звонить и так далее. Обратная связь у нас всегда присутствует, и не бывает жалобы, на которые все-таки я бы не отреагировал. Потому что я сам хожу пешком, я не езжу, как может кто-то представить себе там на двухсотке, я честным трудом зарабатываю себе на жизнь. Но как бы там ни было, вот ситуация такая. Это же моих близких касается, да? Потому что где-то у кого-то есть возможность кататься, где-то у кого-то нету. И когда это касается наших близких, мы всяко-разно должны за это беспокоиться. Поэтому в любом случае, зная мое положение, все мои знакомые, родственники, друзья, друзей и так далее, они все мне как на горячую линию набирают, в случае, если там где-то какая-то проблемная ситуация возникает. И я в силу возможности своей, естественно, это все стараюсь решать. У меня огромный отдел, ребята хорошие все, никто соврать не даст, они всегда выезжают, они всегда там, где надо. Причем как со стороны пассажиров, так и со стороны водителей. То есть мы и их готовы защищать, и пассажиров готовы защищать. Все, понимаете, послушать одну сторону, это всегда мало, надо послушать две стороны, чтобы истину узнать. То есть в случае чего могут напрямую звонить к вам и решать? Да, без проблем, пожалуйста. У нас вот в субботу проводился день открытых дверей, мы были готовы, ждали людей со своими проблемами, ну, там, за исключением некоторых людей никто не пришел, как бы, может быть, это не объявлялось так, но он был общероссийский. Это мы, ну, работаем мы над этим, у нас с обратной связью все хорошо. Кирилл Игоревич, ну, все-таки, вот, проблемы с транспортом, они будут актуальны, насколько, вот, подаются информации, то есть где можно простым махачкалинцам, жителям столицы, вот, получать эту информацию, то есть это, у вас есть специализированный сайт, то есть о тех изменениях, которые еще и градуют, чтобы люди могли узнавать, чтобы они получали информацию из первоисточника. Ну, вообще, если кто-то что-то хочет в плане, там, информации, в принципе, у нас существует, да, у нас же в администрации есть пресс-служба наша, да, если какие-то изменения, такие грандиозные, грядут, пресс-служба всегда, естественно, в курсе, ну, они могут обращаться туда. Потом, если происходят какого-то рода конкурсы у нас, они, ну, бывают там периодически, у нас специализация у нашего управления, в частности, не только в направлении общественного транспорта, там, и дорожное хозяйство, и промышленность, и так далее, как бы, да, вся эта информация, она, естественно, аккумулируется на сайте. Все-таки мы подразделение администрации, и сейчас, как бы, вот, человека специального обучают для того, чтобы он самостоятельно в этот раздел наш выкладывал всю ту информацию, которая нам необходима, да, для, ну, всякого рода извещения, оповещения и так далее, и так далее, и так далее. Скажем так, вот, это первый момент. Второй момент, вот, мы сейчас видим, что в городе все-таки ведется работа по ремонту дорог, дорог, это программа президентская, главы государства безопасной и качественной дороги, город единственный на Северном Кавказе, который попал под эту программу. Так вот, составной частью этой программы безопасной и качественной дороги является очень много, там, комплексная схема транспортного обслуживания населения, там, ну, очень много документации собирается, которые входят в нее, да. Это, в принципе, скажем так, по каким-то изменениям на перспективу, да, нас, естественно, спрашивают, для того, чтобы написать эту программу, нас спрашивают, будете ли вы вносить изменения туда, где планируется, возможно, закрытие, где планируется открытие, но она, эта информация больше закрытая, чем, нежели, чем открытая, потому что, ну, это все-таки планы, да, и говорить о них, там, на перспективу мы пока не можем, потому что ситуация может поменяться. Следите за, в целом, следите за новостями. К нам поступило очень много вопросов, на которые мы ответим после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем, уважаемый телезритель, мы сегодня обсуждаем тему пассажирских перевозок, и я напоминаю, что мы вещаем в онлайн-режиме, и все интересующие ваши вопросы вы можете писать на номер ватсапа, который вы видите на своих экранах. И вот, значит, Кирилл Николаевич, поступил такой вопрос, салам алейкум, нельзя ли как-нибудь посодействовать на маршрутный транспорт в сторону улицы Магомеда Гаджива после 6-7 часов, вообще невозможно добраться до дома, приходится пешком добираться минут 20-30, 61-63, сотка, шестой маршрут, после 6-7 очень мало, особенно, либо вообще не бывает. Ну, смотрите, ситуация какая, тут немножко такой вопрос, я не знаю, меня хотят на знание маршрутов городских проверить, ну, скажем так, если мы, в зависимости о какой части Магомеда Гаджиева мы сейчас будем говорить, да? Если мы говорим о той части Магомеда Гаджиева, которая идет от Гайдара Гаджиева в сторону 1-й Махачкалы, а суть вопроса, наверное, в этом. Да, скорее всего, да. Да, там действительно проблема существует, и действительно проблема такая насущная достаточно, проблема, эта проблема, в частности, решится только тогда, когда мы все-таки в этот город заведем новый общественный транспорт, к сожалению, усилиями тех компаний, которые сейчас работают, это очень тяжело сделать, поскольку транспорт весь частный у них, хоть они вроде как арендуют у них, да, там эти все машины, но это не то есть там водитель сам решает, когда ему завершились Абсолютно верно, да. Тут очень тяжело отрегулировать весь этот вопрос, вот все эти мероприятия провести для того, чтобы водителя, ну, загнать просто, да? Вот, я не знаю, Малика, есть у тебя по этому поводу что сказать? Как ты со своими водителями справляешься? На сегодняшний день основная задача, которая стоит перед теми, кто обслуживает линии, это диспетчера и механики, это те, кто ответственны за то, чтобы рабочий день водителя заканчивался, как перед нами ставят задачу, в 22.00. И до этого времени водитель обязан ездить. На самом деле сегодня, несмотря на то, что мы там частные предприниматели и так далее, на сегодняшний день очень чуткая реакция администрации и вообще нас самих на любые жалобы пассажиров. Тем более, что на сегодняшний день информационное сопровождение вообще любой организации перевозок, она на самом деле актуальна, и мы этот вопрос решаем. То есть на сегодняшний день, если говорить именно по части моего транспорта, да, как одного из перевозчиков, нет машины, в которую, сев, вы не увидите номера управления транспортом, то есть, соответственно, отдела Кирилла Николаевича, где нет номера ГИБДД, где нет номера Транснадзора и где нет номера НАС, соответственно, офис, когда вы можете позвонить и вам ответят на любой вопрос и примут вашу жалобу, и мы обязаны ее рассматривать. Хорошо, следующий вопрос, вопрос по стоянке шамхальских маршруток. Во-первых, они создают пробки, во-вторых, людей высаживают на окраине города, то есть как только завозят, оставляют прямо на окраине, и будут ли приняты меры по устранению этой проблемы? Ну, насколько я понимаю, там несколько шамхальских маршруток. Это Сулак. Да, это Сулак, это красная кривая палка и так далее. Так, ну смотрите, ситуация какая. По поводу того, что они затрудняют движение, вот сейчас задача поставлена главой города нам, в частности, как управлению транспорта, в части того, чтобы все-таки магистральные улицы, либо центр города, он был максимально разгружен от общественного транспорта, то есть максимально это как? В принципе, мы пока еще, пока еще рекомендуем предприятиям ограничиться двумя транспортными средствами на конечных остановках. Остальные они должны максимально перевести на другую конечку, то есть за город. Это обычная практика в городах, да, то есть либо они убирают их в парк и выезжают уже с парка, а потом дальше становятся на свой маршрут согласно там своему времени, либо же там у них ездят определенные места отстоя, которые не мешают движению городского транспорта, общественного, частного ли там, это абсолютно не важно. Соответственно, задача получена, она буквально получена на аппаратном совещании на прошлой неделе, в понедельник. Уже есть решение. Да, решение уже в принципе есть этой задачи. Организовываются у нас, вы знаете, там платные парковки и там, ну масса всего сейчас делается для того, чтобы мы эту задачу, по крайней мере, решили в ближайшее время. А вот продолжение вопроса, то, что людей привозят и высаживают фактически, вот как пишет телезритель, у края города, на окраине города высаживают, то есть не довозят до таких. Это частная какая-то жалоба, надо рассматривать. Да, тут я не могу вам сказать, потому что у них есть маршрут, все прекрасно знают, что наказание за отклонение от схемы маршрута это 300 тысяч рублей. Я думаю, нет, я думаю, все-таки вопрос заключается в том, что да, согласно, они идут согласно маршруту, то есть телезрители понимают, что нельзя ли удлинить маршрут? Нет, если как бы вопрос именно стоит в этом, это опять-таки есть руководство у этого предприятия, они уже тут нам могут выйти с этим предложением, да, может в принципе любой гражданин с этим обратиться, вопросов никаких нету, насколько это целесообразно, это нам уже смотреть, решать и так далее. То есть можно будет по этому вопросу обратиться? Вполне. Хорошо, такой вопрос интересный и очень актуальный причем, этика поведения в общественном транспорте у водителей, почему водитель курит и что делать с неадекватным поведением, обращением с пассажирами со стороны водителя? Я буквально минуту займу, все-таки вот он перевозчик сидит непосредственно, те задачи, которые мы ставим перед ними на совещаниях, которые у нас еженедельно проводятся, в принципе дня такого не бывает, чтобы мы эту тему не обсуждали. Она животрепещущая, да, людям это не нравится много, мы всегда водителям пытаемся вменить, что вы в сфере услуг работаете, соответственно вы должны понимать, что люди бывают абсолютно разные, где-то с кем-то можно как-то себя повезти, где-то нельзя, но это уже другой вопрос. Касательно курения, это категорически запрещено, категорически. На всех транспортных средствах наклейки висят, что курение запрещено, эти наклейки не для пассажиров, поверьте мне, эти наклейки для водителя в частности. И когда мы лично видим подобного рода нарушения с сотрудниками Ространстанзора, либо ГИБДД, это замечанием абсолютно никак не обходится. Штрафы в этом плане, в плане даже вот отсутствия экипировки наклейки непосредственно, они драконовские, это 100 тысяч рублей. То есть получается, если закурил и на человека пожаловались? Ну, опять-таки, доказательства того, что он работает, на работе находится, это очень трудно доказуемо. Если мы его поймали за руку, вопросов здесь никаких нет. Ну, получается, проблема нерешаема, если доказать... Это проблема решаема. Понимаете? У нас были случаи, когда к нам обращались пассажиры с фото и с видео. Вот об этом же речь. То есть, если человек заснимет... Максимально, вот в этой ситуации, что водителю грозит, мы перевозчику, если до меня информация доходит, опять-таки, это не просто водитель, потому что трудно мужчин, усатых у нас, у нас их много, понимаете? Нам надо еще хотя бы в каждом транспортном средстве, экипировка, это что такое, да? Там должно висеть карточка с наименованием предприятия, которое обслуживает вас, фамилия, имя, отчество водителя, да? Зафиксировать, зафиксировать номер. И с этой жалобой уже обратиться к нам, да? Мы уже будем обращаться к перевозчикам, это однозначное увольнение. Это однозначное увольнение. Вот как? Да. Тут разговоров никаких не может быть. Малика, а вот с поведением водителей, которые... Вообще касаемо этической стороны перевозок, это была, оказывается, когда вообще мы взялись за это дело и попали вообще в эту сферу, оказалось, что не материально-техническое обеспечение, материальная база, самая большая проблема, там устаревший транспорт и так далее. Оказалось, что этическая сторона вообще сферы услуг, в частности, по пассажирским перевозкам, это вообще очень как бы в глубокой дыре находится, скажем так, и работа предстояла огромная. Мы получили в наследство 15 лет беспредела, на самом деле. И вот с тем, что мы получили в наследство, мы начали работать, соответственно. Каждую неделю проводились инструктажи, постоянные беседы с водителем. На сегодняшний день контролировать от 300 до 500 водителей, которые постоянно каждый день находятся в разъездах в городе, на самом деле, каждому посадить там жандарма, который его будет контролировать, это физически невозможно. Поэтому вообще это работа такая, которая хотелось бы с обратной связью именно, чтобы активно проводилась. Вот тут как раз таки важна обратная связь со стороны пассажиров. Да, именно поэтому мы говорим о том, что нужно обращать внимание на экипировку. Мы привыкли, что в машине всегда находится куча рекламы и непонятно, что по сути нам нужно. И на самом деле в каждой машине, если пассажир обратит внимание, есть карточка, на которой указана фамилия, имя, отчество водителя, указан номер машины, вам даже выходить и фотографировать не нужно. Там же на карточке ее сфотографировать, сфотографировать факт того, что он нарушил какие-то этические нормы в вашей стороне, правила перевозки, да. Тем более, если мы говорим о курении. Курение это то, за что на сегодняшний день я могу лично пострадать в случае, если управление это доказывает и пассажир это доказывает на 100 тысяч рублей. И соответственно, конечно... 100 тысяч рублей, это более чем ощутимо. 100 тысяч рублей, организация, да. Это не водителю, это нам, организация. И соответственно... И соответственно, организация потом увольняет водителя. Даже не потом, еще до. Еще до даже. Поэтому вопрос... Юридически приходится выходить из ситуации. У нас уже были прецеденты, мы не ждали, это правда или неправда. Мы получаем жалобу от пассажира, мы находим водителя, мы находим машину, это не проблема. Много таких случаев? Ну, 3-4 случая увольнения уже были. Когда мы просто от человека избавились. Были случаи, когда там нас просили, мы там, возможно, шли на встречу, один раз оставляли, а жалобы идут. Пассажир, если нам звонит, нам в первую очередь важно, чтобы пассажир был доволен. Потому что на сегодняшний день мы ведь не просто от того, что мы частные перевозчики, зарабатываем деньги, мы занимаемся обслуживанием пассажиров этого города. Это ответственная задача. Хорошо. Мы продолжим обсуждение нашей темы. После небольшой рекламы не переключайтесь. Уважаемые зрители, мы продолжаем обсуждать тему пассажирских перевозок. И я напомню, что мы вещаем в онлайн-режиме. Все интересующие вас вопросы можете задать, написать нам на номер WhatsApp, который вы видите у себя на экране. Малик Абдулайнов, вы начали говорить, охарактеризовать наших водителей. И все-таки хотелось бы конкретнее узнать, по какому принципу вы их набираете и какая работа проводится в частности с водителями? Год назад, когда мы приступили вообще к этому делу, когда по итогам конкурса к нам перешли некоторое количество маршрутов, мы начали с того, что мы предпочли тенденцию не замены полностью водителей и поиска новых водителей. Потому что это люди, они тоже, у них есть семьи, они работают не от того, что там великая такая прекрасная работа, они зарабатывают и кормят свои семьи. И, соответственно, мы начали мониторинг вообще по водителям. Первые полгода ушло на то, что мы выявляли их медицински вообще. Оказалось, что у нас есть водители, которые получили три инсульта и возят людей, два инфаркта и возят людей. К сожалению, как бы там не было тяжело, но от таких водителей нам тоже приходилось избавляться. Почему? Потому что не могу я 20 человек доверять человеку одному. Конечно, конечно. Такие вещи были, естественно. На сегодняшний день задача такая стоит, что любой водитель, который приходит к нам, в первую очередь он предоставляет медицинскую справку. Естественно, у него должна быть категория D по пассажирским перевозкам. Но ведь он может ее приобрести неким образом. Чаще всего у нас вообще на сегодняшний день перевозчиков в городе не один. Мы перешли давным-давно к рекомендательному характеру. Чаще всего водитель со своей «Газелью» пришел откуда-то. От другого перевозчика, с какой-то линией и так далее. Мы перешли к тому, что мы разговариваем, перевозчики, между собой. У нас активное сотрудничество. Мы каждую неделю собираемся в управлении транспорта, в администрации города на совещание нас собирают. И мы просто советуемся друг с другом. У вас такой водитель был? Какая репутация? Как работает? Мы к этому перешли, к рекомендательному характеру. Потому что с собой они не приносят рекомендации. Мы и работаем. На Западе давно по этому принципу работают. Хорошо. Кирилл Николаевич, такой вопрос задали. Будут ли в Шамхале автобусы? Будут. Перспективы есть. Я же уже их обозначил в самом начале нашего разговора. Я думаю, все-таки так, как раньше ходил автобус, который все прекрасно помнят, через поселок Загородный, МЖС, Шамхал-Термен, Шамхал. То есть перспектива это есть. Просто надо немножко дождаться. Немножко терпения, как я в свое время говорил, жителям поселка Ленинкин. Ну и все будет. Главное сейчас нам с вами всем поддержать вот то начало. Не напугать людей, приезжих все-таки, поверьте, они здесь пробыли практически год для того, чтобы понять, что здесь у нас не стреляют и бородатые вот с такими не ходят товарищи с гранатометами по улицам. Да, это было очень тяжело. Очень тяжело. И сейчас просто поменьше негатива, побольше позитива. Это речь о инвесторах? Да, да, да. Это речь о людях, которые сюда принесли нам денежку в город, да, как бы там ни было. Ну, соответственно, побольше позитива. Я думаю, что у нас все будет нормально в этом плане. А их вопрос, в частности, он уже давно достаточно рассматривается. Я думаю, что одна из следующих партий этих автобусов, она зайдет именно туда. Замечательно. Ждите, уважаемые шамхатцы. Но не может не волновать вопрос, который опять-таки мы говорили о бытике поведения, мы говорили о пробках на дорогах и вопрос посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах. Определены ли эти пункты и где они, где можно получить информацию об этих пунктах? Ну, ситуация, смотрите, следующая. Да, опять-таки вернемся к 220-му закону, который ввел в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации в статью 11.33 такой пункт 1 о том, что водитель в случае посадки и высадки пассажиров вне установленного остановочного пункта наказывается органами Ространснадзора штрафом на сумму первый раз. За первое нарушение 3 тысячи рублей, за второе и последующее по 5 тысяч рублей соответственно. Рейды, эти рейды проводятся у нас еженедельно с Ространснадзором и с ГИБДД. Наших перевозчиков это очень сильно пугает. Ну, скажем так, на юридических лицах это никак не отражается, а вот на кармане водителя это отражается на все 100%. И в тот момент времени, когда пишут водителю протоколы, он находится в машине Ространснадзора, я подхожу к пассажирам, многие пассажиры это могут подтвердить, с кем-то я уже неоднократно сталкивался, я провожу профилактические беседы, объясняю, что все-таки, ну, давайте мы будем с вами правильно жить по закону, да, для того, чтобы мы потом могли сказать, что у нас все хорошо и прекрасно, если есть же порядок определенный, да, мы же дома, ну, соблюдаем этот порядок, поэтому я хочу, чтобы и соблюдали его на улице также в отношении абсолютно всех людей. Поэтому мы призываем каждый раз, вот, когда свободная минута бывает, когда я захожу в этот автобус, забитый людьми, которые очень сильно возмущаются, мы спешим нам домой, мы это, мы то, мы все, они не подумали в принципе об этом водителе вообще, понимаете? Они не подумали о том, что этому водителю сегодня эти деньги бы принести домой, он в итоге их отдаст там государству, да, они пойдут там на что-то еще другое. сам факт того, что все-таки дисциплинировать нам, к сожалению, надо пассажиров. Вот мы проводили, в частности, с Автоградом уже несколько мероприятий, когда мы устанавливали видеокамеры в салоне, говорили, водитель просто говорил, посадка-высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах. Все. Вопрос закрывался. У нас все грамотно, все четко ездили, да, все где-то там что-то, ну, аккумулировать людей. Вы сами же видите, нам очень тяжело приходится, они стоят где попало, народ разленился, народ не хочет ходить. У нас расстояние между остановками в городе, ну, максимум 500 метров. То есть, если ты живешь посередине остановочного пункта, тебе идти либо направо, либо налево, а ты можешь жить и рядом с остановочным пунктом. Я живу в центре города, мне до ближайшей остановки идти, 450 метров. Вот так я вам скажу. И я хожу туда, и я всю семью приучил, и друзей, и друзей, друзей, и всех кто, потому что я не хочу, чтобы это, ну, я хочу порядка, поймите. Потому что нас завтра поставят такие рамки, это не совсем правильно, когда вот, допустим, территория между, я не знаю, там, дорогой и тротуаром, она будет огорождена, да, это не совсем, это эстетический вид портит там, ну, за этим надо ухаживать, это дополнительные затраты в городе, да. Это просто для чего делается? Для того, чтобы нас, ну, не хочу никого оскорблять, но чтобы как скотину до стойла загонять. Вот так же и нас на остановке выгонять. Неправильно. Сами перестраивайтесь, вот для себя понимаете, что правильнее будет стоять там. Там будет меньше пробок, будет меньше дискомфорта и вам, и водителю, и другим пассажирам. Вы же сами прекрасно знаете, особенно летом, когда в маршруте, ну, где-нибудь в маршрутке едете, и вот это начинается. Здесь остановите, через пять минут здесь остановите, через, там, двадцать метров здесь остановите. Это неправильно. Правильно исключительно на остановочных пунктах. Думайте хотя бы о водителях, которые все-таки, ну, которых будут наказывать, а их наказывать будут, и деваться им от этого некуда. Мы, приезжая в любой другой город Российской Федерации, мы же по их правилам живем, а это правила Российской Федерации, по большому счету. Нам же в Москве, мы где-нибудь будем там голосовать стоять, но не остановят. А на остановке, пожалуйста, будь любезен, ты сядешь в общественный транспорт. Здесь система та же самая. И здесь это будет работа продолжаться. Кто бы мне что ни говорил по поводу того, что будет тяжело, там, легко никогда не было. Народ надо переучивать за вот эти восемнадцать лет, к сожалению, они привыкли к каким-то определенным вещам, будет очень трудно сломать. И трудно сломать, к сожалению, поколение, ну, наверное, моих родителей, да, там, ну, то есть с ними мне приходится очень тяжело. Ну, если, я считаю, что если водители, водители, от водителей тоже немало зависит. Если водители воспитают, если водители не будут сами нарушать, если водители будут остановить только на остановочных пунктах, у народа и деваться будет просто некуда. На сегодняшний день, вот, я хочу сказать, касаемо вот того, что водитель тоже должен, да, это соблюдать. Вообще, когда мы говорим об остановках, нужно понимать, что это палка двух концов. И, извините, вот эта середина, кто должен, она никуда не может передвигаться. Почему? Потому что на сегодняшний день пассажир реально залез в карман водителю. Он залез в карман водителю в первый момент, это когда он сам остановил, где попало, попросил остановить, где попало, и водитель вынужден быть оштрафован, да, соответственно. И второй момент, это когда пассажир останавливает каждые пять минут, водитель останавливается каждые пять минут, он, я не знаю уж, как это будет правильно сказать, но технически, вы сами понимаете, это технически убивает машину. Конечно. Это технически убивает машину, это сжигание большего ГСМ, это все в совокупности. И, получается, автоматически он там в кармане у водителя. А водитель, на самом деле, если мы говорим о водителе, это огромный тяжелый труд. Это нужно пережить в течение дня, практически там тысячи людей в течение дня он видит. И каждый со своим характером и со своим настроением. А у нас есть люди, которые говорят, я тебе плачу 17 рублей, и могут кинуть их в лицо. То есть, я, например, не представляю, это огромный, тяжелый труд. И пошли они этим трудом заниматься не от хорошей жизни. Я думаю, здесь нужно взаимопонимание, здесь огромный труд с обоих концов. Согласен. Нужно ставить себя на место этого человека в таком режиме, нога на педали, газа и тормоза, и без остановки. Это, на самом деле, очень сложно. И нужно понимать, на самом деле, этику нужно повышать, этику. Как водители этим занимаетесь, в принципе, вы как организация и нашим. Мы призываем наших уважаемых жителей столицы и поселков наших, чтобы они с пониманием относились к тем изменениям, которые происходят. Ну, мы будем подытоживать. Кевин Калыч, какие еще изменения ждут нас в сфере перевозок пассажиров? Ну, я постараюсь коротко. Эта информация, возможно, сейчас под конец она кого-то расстроит. Но я хочу, чтобы все-таки с пониманием отнеслись и жители города, и гости столицы. Все-таки, если мы хотим немножко наш город видеть, ну, другим, нежели чем сейчас, да, мы преобразования в целом видим, да, наблюдаем. Пусть это пока мелкие преобразования, но они имеют место быть. И вот для того, чтобы сейчас элементарно мы, я касательно своей работы непосредственно скажу, если мы сейчас будем заводить вот этот вот новый транспорт, к сожалению, это экономически обоснованно. Город 4 года практически держал одну цену, да. Вот в эти рамки, в рамки 17 рублей перспективы никак не вписываются. И я думаю, что все-таки в ближайшей перспективе будет рассматриваться вопрос о поднятии цены. на проезд, но, опять же, этот вопрос будет достаточно, ну, там, мы все грамотно проработаем, скорее всего, пока вот обновляется транспорт, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, у нас возможно, то есть, ну, если будет поднятие цены, это прямо мы не говорим, что вот мы такие плохие, сейчас я представляю себе негативную волну, которая пойдет после вот этих моих слов. Но мы уже разработали примерно следующее, то есть, условно говоря, я просто сейчас приведу элементарный пример, пять автобусов выехало со стандартной ценой, с повышенной, которая не 17 рублей будет, скорее всего, там возможно 22, и у нас будет один автобус социальной направленности, который там за условные 10, возможно, 13 рублей будет народ возить. Расписание этих автобусов будет висеть также по городу, то есть, мы о тех людях, которые не в состоянии платить большие деньги, мы о них тоже подумали, но обновлять парк, к сожалению, вот с учетом тех 17 рублей, которые есть, нельзя. Ну и, соответственно, вот новый транспорт, остановки, это все нововведения, о которых мы сейчас будем в ближайшее время разговаривать и поддерживать диалог с народом по этому поводу. И последний вопрос, у нас время эфира подходит к концу, нам нужны автобусы через Красноармейск до ЦУМа, а маршрутки невозможны, хамы? Ах, боже мой. Красноармейск, это у нас сотка. Это у нас сотка, я с вами согласен. И наше 62-е, но это не ЦУМ. Здесь, вы поймите, мы пока, к сожалению, мы не отойдем вот от этого хамства, это очень тяжелый вопрос. Мы сейчас возьмем просто, вот поувольняем, чертовой матери всех водителей, я уже так грубо скажу, и маршрут останется голым. Все. Более того, я опять же прошу о понимании. Почему я прошу о понимании у пассажиров чаще, чем от водителей? Потому что пассажиров, их больше вообще физически. Соответственно, влияние свое на водителя, они имеют большее, чем водитель на них. Соответственно, мы должны понимать, что вот я когда сажусь, я тоже езжу так же на маршрутке, да, например. Я сажусь, я вижу водитель в плохом настроении, он бурчит, он ездит чуть уже напряженно. То есть, я понимаю, что до меня кто-то испортил ему настроение. Возможно, прямо дома испортили, неважно. Но мы должны понимать друг друга, относиться с терпением друг к другу. Я же не должна его прямо добить сейчас это настроение. Опять же, я не знаю, я прошу о терпении с двух сторон, с обеих сторон. Да, я этим не отказываюсь от своей работы, которую мы проводим ежедневно, постоянно, в сторону водителей. Но пассажир на сегодняшний день, мы в такой ситуации, когда пассажир должен воспитать водителя. Пассажир должен выйти на остановки, пассажир должен проявить терпение к его труду, проявить уважение к его труду, в конце концов. Насколько я знаю, с Красноармейска до Цума автобус ездит. Автобус до Цума, 64-й. 64-й. Да. Он есть, но вы поймите, это все-таки не фазы, а с ними очень большие проблемы. У нас же есть статистика, из 96 машин ездит 50. У этого предприятия, к сожалению, огромные проблемы, поскольку цена до сих пор держится. И тариф абсолютно не субсидируется ни городом, ни республикой. Сейчас решаем, максимально пытаемся решать, все-таки это ГУП, это больше к республике предприятия относятся, но ездят на территории города, это нас тоже непосредственно касается. Как-то какие-то поступательные шаги в этом направлении есть, но это очень тяжело, это перспектива ближайшего времени, я думаю. Просто надо немножко перетерпеть, потому что те люди, которые сейчас работают, тот коллектив, который сейчас в этом направлении работает, он грамотный, он знает, куда он идет, у него конкретные, четкие, поставленные цели. То есть, я думаю, что просто есть какие-то определенные перспективы. Мы работаем только год за год, те результаты, которых мы добились, это, в принципе, высший крыш. Да, это очень много. Поэтому, я думаю, нашему коллективу просто надо на перспективу пожелать много успехов. Я думаю, что все оно будет, то, что мы задумали. Оно, если Господь нам силы даст, естественно, будет. Ну, дай Бог нам силы всем и терпения, к чему нас призвала Малика Абдулаевна. Уважаемые телезрители, сегодня мы обсуждали с нашими уважаемыми экспертами, значит, Кириллом Лебенко и Маликой Уазировой вопросы о перевозах пассажиров. Я думаю, мы еще к этим вопросам не развернемся, потому что изменения грядут, согласно мнению наших экспертов. И мы еще не раз встретимся на этой площадке, и у вас будет возможность задать вопрос нашим уважаемым экспертам. Более того, наши эксперты назвали контакты, по которым их можно ежедневно найти. Пожалуйста, обращайтесь, не будьте равнодушными, и в то же время будьте терпеливыми. Это был открытый диалог. Увидимся через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова